Утро на Елесеи У меня раньше был рекорд, я в одном поле зрения телескопа, ну вот в одном окуляре за раз видел три галактики, то есть это галактика Андромеды и две ее соседки. Где-то в прошлом году этот рекорд был побит, я увидел пять галактик в одном обзоре. Андромеду, кстати, можно увидеть даже невооруженным глазом. Главное знать, где искать. А еще планеты. Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру и Меркурий. Я даже, не знаю, придумал, ну то, что придумал, как бы идея такая, что у нас просто вот бочки с космосом. То есть это вот телескоп в виде бочки, то есть это труба широкая, вся. По крайней мере, в обычный любительский телескоп можно разглядеть как минимум четыре ярких спутника Юпитера, галилеевские, которые еще Галилея открыл, собственно, самые крупные. Они вроде бы все крупнее, чем Луна, и даже двое, если не ошибаюсь, крупнее, чем Меркурий. Сатурн нравится многим больше, потому что у него кольца, у него мы насчитывали порядка девяти спутников, вот даже в любительский телескоп разглядывали. Приходите на встречи. Роман и его друзья все покажут и расскажут. У ребят есть группа ВКонтакте «Тротуарная астрономия Красс Астра». Там вы можете найти информацию о том, где и когда состоится ближайшая встреча. А вот для самостоятельных наблюдений без телескопа лучше выбираться за город. Там обзор не закрывает дымкой из выхлопных газов. Астрономы рекомендуют несколько районов, где открывается особенно красивый вид. Таёшкина поляна в посёлке Маганск Берёзовского района и Зеледеевская трасса. Ещё можно использовать приложение Starwalk. Работает как дополнительная реальность. Наводите камеру на небо и наблюдаете за созвездиями в режиме реального времени. Все фото, которые вы сейчас видите, сделаны на территории нашего края через телескоп. Даже не верится, что всё это постоянно находится у нас над головой. Теперь всегда замечают на небе Млечный путь Софья Лупинина и Константин Шубкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова